Всем привет друзья! Сегодня решил сделать обзор на всю сельскохозяйственную технику. Как видите, ее много. Вон там стоят трактора. Вон там стоит КАМАЗ. В общем, начинаем. Начну обзор, пожалуй, с самой новой техники. Это МТЗ-82. МТЗ-82. 2011 года выпуска. На этой технике в основном возят бревна и чистят снег. Сейчас покажу салон. Все замерзло. Так, открыл я все-таки дверь. Вот такой на нем салон. Достаточное количество всяких кнопок. Сверху тут тоже кнопки. В общем, тут неплохой салон. Кресло тоже довольно удобное. Помимо классного салона, тут очень много всяких лампочек. Фары светят очень ярко. Также фары находятся вот здесь. Ну а мы переходим к следующей технике. Так, следующий на очереди у нас МТЗ-82. 1980 какого-то там года выпуска. Тоже очень полезная техника. Работает в лесу. Сейчас вам покажу салон. Вот так вот выглядит на нем салон. Понятное дело, уже не новый. Но и трактор тоже не новый. Много тут всяких показателей. Всяких лампочек. Вот такой вот интересный руль на нем еще. Вот этими рычагами поднимать и пускать что-то. Допустим, лопату. Это рычаг для переключения передач. Но это педали. Ну и мы переходим к следующей технике. Вот, на следующей на очереди у нас трактор ДТ-75. Довольно интересный трактор. Точный год выпуска не помню, но он 20 века. Сейчас покажу вам салон. Этот трактор не в очень хорошем состоянии. Но салон тоже в нем прикольный. Тоже множество всяких датчиков. Множество всяких лампочек. И управление рычагами, а не рулем. Педали. И рычаг коробки передач. И вот так вот он со стороны выглядит. Если вы хотите подробный обзор на каждую технику, то напишите об этом в комментариях. Я обязательно сниму. Так, ну, следующий на очереди пусть будет ТДТ-55. По-моему, это самый интересный трактор. Вот так вот ТДТ-55 выглядит. Вот он щит. На его с помощью лебедки загружается лес. И увозится. Сейчас покажу вам салон. К сожалению, дверь застыла. Никак не открывается. Но улица очень холодно. Мороз минус 25 градусов. Но потом в более подробном обзоре на этот трактор покажу вам обязательно салон. Хотя через застывшее стекло немного его видно. Вон там сидение бархатное, кстати. И управление тоже рычагами. А мы сейчас перейдем к следующей технике. Это будет вон тот ДТ-75. Так, ребята, вот этот ДТ-75. Он советский, но в очень хорошем состоянии. Сейчас заглянем в салон. И вы поймете, почему я так говорю. Непонятно только, кожа это или нет. Но что-то похожее. Но вот тут точно кожа. И такому сиденью позавидует любая иномарка. Ну, салон примерно такой же, как и у предыдущего ДТ-75. Но тут все более добротно выполнено. Управление тоже, понятное дело, рычагами. И тоже множество всяких датчиков и переключателей. Вот, кстати, год выпуска. 1987. Вот такое управление коробкой передач. Ну, а мы сейчас перейдем вон к тому старому ДТ-75. Хух, ребята, на улице очень холодно. Руки уже все красные. Но я снимаю для вас видео. Поставь, пожалуйста, лайк за мои старания. Так, подхожу уже к ДТ-75. Все, уже запало снегом. Салон такой себе. Давно уже на нем не ездили. Наверное, уже лет 10. Стоит он тут уже давно. Такая небольшая кабина. Для людей высоких тут будет неудобно. Ну, а мы переходим, наверное, к самой интересной технике. Это к КамАЗу. Так, ну и вот он КамАЗ. Про его уже есть что рассказать. Тоже знаю, что КамАЗ советский. И знаю, что двигатель на нем 210 лошадиных сил. Так вот он выглядит. Колеса довольно большие. Вот тут манипулятор находится. Такие вот простые фары на нем. Небольшие, как на Ладе Ниве прямо. Надпись КамАЗ. Вот такая штука, на которую... Я даже не знаю, для чего она. Скорее всего, туда кладут манипулятор. Напишите в комментарии, для чего она нужна. Вот так вот выглядит у него салон. Очень интересный. Только пришлось залезать со стороны пассажира, потому что водительская дверь застыла. Тоже множество всяких кнопочек, всяких датчиков. Вот коробка передач, педали. Руль огроменный. Заднее стекло. Небольшой какой-то люк. Лампочки. Ну, в общем, вот так вот все выглядит. Могу снять более подробный обзор на его. Ну, осталась еще одна техника. Точнее, даже две техники. Вон тот КамАЗ, от которого осталась одна кабина. И вон тот ДТ-75. Но к нему я подходить не буду. Потому что он стоит там давно, и там нечего смотреть. Так, ну вот еще техника. Ну, это уже чисто моя техника, не сельскохозяйственная. Мотоблок. На его обзор уже есть на моем канале. И мотобуксировщик. На его тоже обзор есть. Можете посмотреть. И сейчас перейдем к моему самому верному другу мотоциклу. Вот он мой Минск. Так вот он выглядит. Множество шортс-роликов про его сняты на канале. Очень классный мотоцикл. Никогда не подводит. Стоит он тут с осени. Зимой я на нем не езжу. Так, ребята. Ну, наверное, на этом ролик хотелось бы уже закончить. Очень холодно на улице. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал и поставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok